Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Взажемное чарование, с ним левым рукой. Рековский спробовал задать кис на ду. Отпочетом был Брежского. Атак на гуру. Немножко, как на разе, ни один из кислов не доходил в целом. Су то, что, такие детки, которые не поводят какого-то загрожения. Для противника. Ну, пьякна пруба правый простый Брежского, jednak не доходи в дальшем ciąгу целу. Колејний атак Брежского, без эффекту пунктового. Спокойный поедынок. Актывнейшим заводником на певне јст Брежски. Еднак не може на тиле скроцить дистансу, аби трапић якимсь мощным ударзеним својего рывала. Са-кадран атака. Са-кадран атака. Са-кадран атака. Пробует использовать ситуацию в норожнике, заводник ПКБ Познань. Немнее, однако, отходит от этого замиара и Брески пробует... Ну, кажется, что это другое, это чарование, позорование в поединку и сэндзя Милчарек тут должен, чтобы обратить внимание заводникам, чтобы задавали цесы. Продолжение следует... Ну, первый, chyba, кризис целный в этом. В категории, где 49 кг, а не в ваде плюс 91 кг. Конец первого старча, можно было сподзевать более контактового поединку. Немнее, однако, первая рунда, naprawdę безбарвна. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин. Двух gladiatorов, najczęstszych заводников, в этом финале. Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин. в выполнении Ежика, досад к целу. И еще один престоч в этом поединке. Обустронные балансы, очень боязлиые, выводные цесы. Но тут Эрековский травил правым простым. Левый простым, между руками Эрековского дошли целу. В конце второй рунды Эрековский задал, однако, несколько этих целых цесов, не робиоц żadной кривды своему противнику. Ту страте старася отробить Брески, однако Гонг прерыва его акции и, на правде, минимальна przewага пунктова, выдает мне себя по стороне заводника ПКБ Позна. Станислав Вонсовский, тренер Hetмана Бяłyсток. Старайся zmобилизовать до активнейшего боксования reprezentанта klubu z Nowego Dworu Mazowieckiego. Zobaczymy, jaki efekt to przyniesie w rundzie trzeciej. Jak na początek naprawdę bardzo dobry efekt. Lewy mocny sierp wylądował na szczęce Rekowskiego, który teraz tam ciosami prostymi chce powstrzymać rozpędzonego przeciwnika. Kolejny sierp, ale tym razem niecelny. Ostygnął zapał Brzeskiego. Rekowski wrócił do kontrolowania pojedynku. Zaakcentował to wyprowadzeniem celnego lewego prostego. Teraz dwa ciosy. Lewy, prawy sierp i lewy prosty Rekowskiego z kolei trafia. Brzeski stara się zrewanżować. Lewy prosty. No można powiedzieć wystrzelał się Brzeski z początkiem rundy. Teraz jest systematycznie obijany przez Rekowskiego. No najlepsza chyba runda z tego pojedynku to właśnie ta trzecia runda. Dalej bardzo szybkie akcje. Niemniej jednak te ciosy już tam mają jakąś swoją wymowę. kolejny prawy Rekowskiego teraz naprawdę przepiękny był ten prawy który idealnie trafił Brzeskiego Lewy sierp Prawy prosty na zakończenie i trzecia runda dla zawodnika PKB Poznań. Wszyscy uśmiechnięci łącznie z sędzią ringowym tego pojedynku którym był Sławo Milczarek. Mistrzem Polski w kategorii plus 91 kg jest wyciężając jednogłośnie na punkty Marcin Jerzy Grekowski Klub PKB Poznań.